Приветствую вас, Полина. Я бы сказал так, что вы хотите уговорить свою маму для своего спокойствия. А что будет, если вы её не уговорите? Почему вам так важно её уговорить? В конце концов вы взрослый человек, и она взрослый человек тоже, и это нормально, что у вас абсолютно разные взгляды, это нормально, что у вас абсолютно разные восприятия одного и того же. Ваша мама считает ненормальным то, что считает в силу своих ценностей, это нормально, но столкнувшись с этим живую, столкнувшись с этим, она постепенно это примет, а может быть и нет. Ладно, немножко другое, что вы пытаетесь поменять взрослого, состоявшегося человека, потому что если этого не сделать, то вы будете чувствовать себя как-то негативно. А вот жить с этим чувством, принять его и прожить его, вы не можете. И мне кажется, что задача психолога в том, как раз и заключается, чтобы помочь вам более полно ладить со своими чувствами, своими ощущениями, быть более независимым. Потому что мама с вами воюет в том числе, потому что чувствует, что вы зависимы, чувствует, что вы нуждаетесь в ней, чувствует, что вы нуждаетесь в ее одобрении каком-то, да, в ее согласии, в ее согласии на то, что вы делаете. И это тоже ее тревожит, потому что она понимает, что ее мнение для вас хватает. Если бы вы были уверены, если бы вы ее не уговаривали, то вполне вероятно, что ей было бы, например, гораздо проще принять, что ее дочь выросла, выросла, что ее дочь уже сама знает, как лучше поступать. А так, раз дочь спрашивает, раз дочь уговаривает, раз дочь как-то вот пытается переманить на свою сторону, условно говоря, значит, дочь тревожится. И, соответственно, это же самое передается и вашей маме. Как мне думается, это вполне нормально для любящей мамы. То есть она вот как умеет, вот так и проявляет свою заботу о вас. Если вы внимательно посмотрите на свой опыт, то есть если вы внимательно посмотрите, например, на то, как, ну, допустим, как менялся ваш опыт со временем, вот, я имею в виду, я имею в виду, что, ну, вначале вы думали так же, как, ну, как мама, мама, вот, и только потом вы стали думать иначе, только потом. И, соответственно, это произошло в результате, ну, в какой-то степени переработки опыта вашего. Ну, маме, вашей маме, нужен примерно такой же опыт, но он у нее свой, и воспринимать его, она может по-разному. Поэтому я бы вам рекомендовал быть готовым к тому, что позиция вашей мамы будет меняться, меняться медленно, постепенно, вот. Совершенно не быстро, вот, и тяжело, как, в принципе, в принципе, у любого взрослого человека, а там, ну, не самого, скажем так, молодого парня. Вот, это абсолютно, мне кажется, мне кажется, нормально. Но вам, вам тоже, как мне кажется, нужно брать ответственность на себя за свои чувства. Вот. Потому что, получается, такая штука, что плохо вам, вот, маму приубедить хотите вы? Не принимаете в себе некоторые чувства. Тоже вы? Но мама должна за это расплачиваться. Я имею в виду, мама должна согласиться с вами, да? 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 Чтобы вам было, ну, спокойно. Вот. Мне кажется, эта позиция, ну, такая позиция, да? Она, больше, зависимая от позиции. То есть, вы зависимы от мамы, от силы. Ну, или, так это, по крайней мере, выглядит, что, вот, если мама там бобряет, если мама там, то, соответственно, я в себе не уверен. Ну, это не самая, такая, продуктивная и конструктивная, конструктивная. Подход. Особенно, если, там, там, про то, что вы, ну, как-то вот строите свою жизнь, да? Живете сами, вот, и учитесь, ну, выстраивать взаимодействия, там, с, допустим, мужчинами самостоятельно, да? То есть, все это немножко вас отталкивает. Вот. Такая вот история. Поэтому, я предлагаю вам посмотреть на вашу реакцию. Вот. И на ваше состояние. Если мама там, ну, если мама не одобрит то, что вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь на отклик по моему ответу. Это послужит началом вашей работы над собой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok